Представьте себе, глубоко под землей, в темной штольне, на глубине в несколько сотен метров, стоит огромная ракета. Вокруг нее копошатся люди в защитных костюмах, проверяют приборы, прокладывают кабели. Воздух спертый, влажный, температура едва выше нуля. Над головами сотни тонн горной породы, которая может обрушиться в любой момент. Один из инженеров шепчет товарищу, если сейчас что-то пойдет не так, нас даже не найдут. И тут раздается команда по громкой связи. Приготовиться к запуску. Что происходит? Зачем запускать ракеты под землей? И почему об этом молчали десятилетиями? Эта история началась в самый разгар холодной войны, когда СССР и США состязались не только в космосе, но и в создании оружия, способного пережить ядерный удар. Представьте ситуацию. На страну обрушивается ядерная атака. Все наземные пусковые установки уничтожены. Как нанести ответный удар? Как защитить свои ракеты от первого удара противника? Ответ был найден. Спрятать их глубоко под землю, в шахты, которые не возьмет никакая бомба. В конце 40-х годов, когда страна еще залечивала раны войны, началась новая гонка – ракетная. Советские конструкторы понимали, что мало создать мощную ракету, нужно еще обеспечить ее защиту и надежный запуск в любых условиях. И тогда родилась идея подземных пусковых шахт. Но прежде чем строить их по всей стране, нужно было проверить, а сработает ли это вообще. Можно ли запустить многотонную ракету из-под земли? Выдержит ли конструкция шахты чудовищное давление раскаленных газов? Не обрушится ли все на головы людей? Урал стал идеальным местом для таких испытаний, удаленный от границ, с многовековыми традициями горного дела, с готовой инфраструктурой заводов и рудников. Здесь умели работать под землей, здесь знали, как укреплять штольни, как бороться с обвалами. И самое главное, здесь было, где развернуться. Бескрайние леса, горы, малонаселенные районы, где можно было построить секретный объект, о котором никто не узнает. Летом 1947 года в районе Златоуста началось строительство необычного завода. Официально он назывался заводом номер 66. Местные жители не знали, что там будут делать. Видели только, как завозят технику, как строят высокие заборы с колючей проволокой, как патрулируют территорию вооруженные охранники. Говорили, что строят оружейный завод. В принципе, не врали, только оружие это было особенным. 16 декабря того же года завод официально начал работу, как специальное конструкторское бюро номер 38. Сюда свозили лучших инженеров, конструкторов, военных специалистов. Многие из них прошли войну, видели смерть, знали цену каждой секунде. Их задачей было создать ракетный щит страны. И они работали не покладая рук, днем и ночью, понимая, что от их труда зависит безопасность миллионов людей. Но самое интересное началось чуть позже, когда встал вопрос о подземных испытаниях. Нужно было найти место, где можно безопасно испытывать ракетные двигатели в условиях, максимально приближенных к боевым. Где можно создать имитацию шахты, проверить все системы, отработать процедуры запуска. И тогда взоры обратились к старым горным выработкам Урала. Представьте себе штольню, прорубленную в горе еще в 19 веке. Темная, холодная, с потеками воды на стенах. Здесь когда-то добывали железную руду, здесь работали сотни людей, многие из которых нашли здесь свою смерть в обвалах и авариях. Теперь эти заброшенные выработки получили новую жизнь. Их расширяли, укрепляли металлическими конструкциями, проводили электричество, устанавливали вентиляцию. Превращали в секретные испытательные полигоны. Работа была каторжной. Инженеры и рабочие спускались под землю на много часов, иногда на целые сутки. Там не было солнечного света, не было свежего воздуха. Только тусклые лампочки, гул вентиляторов и постоянное ощущение тяжести над головой. Многие не выдерживали психологически. Начинались панические атаки, клаустрофобия. Кто-то срывался и убегал на поверхность, задыхаясь, хватая ртом воздух. Таких отстраняли от работы. Оставались только самые стойкие. Чтобы вы почувствовали, работая на глубине 300 метров, зная, что над вами сейчас будут испытывать ракетный двигатель. Что температура в камере сгорания достигнет 3000 градусов. Что давление будет такое, что может разорвать любую конструкцию. И что если что-то пойдет не так, выхода нет, потому что единственный путь наверх перекроют огонь и дым. Первые испытания проводились с большой осторожностью. Использовали макеты двигателей, проверяли крепления, рассчитывали нагрузки. Но однажды во время одного из ранних тестов произошло непредвиденное. Крепление двигателя не выдержало, и он сорвался с места. Тонны металла рухнули вниз, увлекая за собой часть конструкции. Поднялся страшный грохот, полетела каменная крошка, погасли лампы. В полной темноте люди не понимали, что происходит. Началась паника. Бригадир, пожилой горняк с многолетним стажем, сумел сохранить спокойствие. Он включил аварийный фонарь и начал выводить людей к запасному выходу. Медленно, держась за стены, спотыкаясь, задыхаясь от пыли. Одного молодого инженера пришлось буквально тащить. У него началась истерика. Он кричал, что все умрут, что их похоронят заживо. На поверхность выбрались все. Живыми. Но седым стал не только тот молодой инженер, но и несколько ветеранов, которые думали, что уже ничего не может их напугать. После этого случая требования к безопасности ужесточили. Стали использовать более прочные крепления, дублировать системы освещения и вентиляции, создавать запасные выходы. Но риск оставался. Потому что работа с ракетами – это всегда работа с огромными энергиями, которые человек пытается обуздать и направить в нужное русло. Долгие годы это оставалось тайной. Рабочие и инженеры подписывали документы о неразглашении. Им запрещалось рассказывать даже семьям, где они работают и чем занимаются. Жены знали только, что муж уходит на какой-то завод и возвращается поздно вечером. Усталый, молчаливый. Дети не понимали, почему отец не может ответить на простой вопрос. Папа, а что ты делаешь на работе? Один из ветеранов тех испытаний, Олег Николаевич Петров, много лет спустя вспоминал, как они готовили ракеты к запуску из подземных шахт. Его бригада отвечала за подачу воздуха в шахту, за поддержание нужной температуры и влажности. Звучит просто, но на деле это была сложнейшая задача. Малейший сбой, и ракета может не запуститься. Или хуже – запуститься неправильно, и тогда произойдет катастрофа. Они работали по 8 часов под землей, потом 8 часов отдыхали, потом снова 8 часов под землей. Циклы сменяли друг друга, день сливался с ночью. Многие теряли ориентацию во времени. Приходилось постоянно смотреть на часы, чтобы понимать, утро сейчас или вечер. Некоторые начинали видеть галлюцинации от постоянного пребывания в замкнутом пространстве. Врачи списывали это на переутомление и кислородное голодание, несмотря на вентиляцию. Но самое страшное было впереди, когда начались настоящие испытания с запуском двигателей. Команда получала приказ эвакуироваться на безопасное расстояние. Все поднимались наверх, кроме нескольких самых опытных специалистов, которые оставались в защищенном бункере рядом с испытательной камерой. Их задачей было следить за приборами, контролировать процесс, в случае чего немедленно отключить все системы. Представьте эти минуты ожидания. Обратный отсчет. 10, 9, 8. Сердце колотится так, что кажется, сейчас выпрыгнет из груди. 7, 6, 5. Руки дрожат, пальцы судорожно сжимают ручки аварийного отключения. 4, 3, 2, 1. Пуск. И тут начинается ад. Грохот такой силы, что закладывает уши, даже несмотря на защитные наушники. Вибрации, от которой дрожат стены бункера. Температура в помещении мгновенно подскакивает на десятки градусов. Приборы показывают запредельные значения. Через смотровое окно видно, как в испытательной камере бушует огненная буря. Языки пламени вырываются из сопла двигателя, отражаются от стен, превращая подземную штольню в подобие вулканического жерла. И в этот момент каждый специалист понимает, если сейчас что-то пойдет не так, если конструкция не выдержит, если произойдет взрыв, спасения нет. Они погибнут здесь, в этом подземном аду. И никто никогда не узнает правды. Потому что все это секретно. Потому что официально они работают на каком-то заводе, производящем что-то там. Однажды во время испытаний действительно произошел сбой. Система охлаждения не справилась с нагрузкой, температура в камере превысила критические значения. Начал плавиться металл крепежей. Конструкция стала деформироваться. Если бы не быстрая реакция оператора, который немедленно нажал кнопку аварийного отключения, произошла бы катастрофа. Двигатель заглох, температура начала снижаться. Когда через несколько часов инженеры спустились в камеру, они увидели, что еще немного, и крепления полностью разрушились бы. Двигатель упал бы, пробил бы пол камеры, возможно, спровоцировал обвал. Эти события тщательно документировались, анализировались. На их основе вносились изменения в конструкцию, усиливались системы безопасности. Каждая ошибка, каждый сбой становились уроком. Потому что в реальных боевых условиях права на ошибку не будет. Ракета должна стартовать из шахты безотказно, с первого раза, независимо от погоды, температуры, любых внешних факторов. Параллельно с испытаниями двигателей шла другая, не менее важная работа – испытание кабельных систем. Ракета в шахте – это не просто железная труба с топливом. Это сложнейший комплекс электроники, датчиков, систем наведения и управления. Все это связано тысячами метров кабелей, и эти кабели должны выдерживать экстремальные условия. Перепады температур от минус 50 до плюс 100 градусов, высокую влажность, вибрацию, электромагнитные помехи. В подземных штольнях создавали специальные испытательные стенды. Прокладывали сотни метров кабелей, подключали их к имитаторам ракетных систем. Затем создавали экстремальные условия. Нагревали, охлаждали, заливали водой, подвергали вибрации. Проверяли, не потеряется ли сигнал, не замкнет ли где-то, не оборвется ли провод в самый ответственный момент. Инженеры-кабельщики проводили под землей целые смены, отслеживая малейшие изменения в работе систем. Это была кропотливая, изматывающая работа, требующая предельной концентрации. Один пропущенный дефект, и в реальных условиях ракета может не запуститься. Или запуститься неправильно. Или, что еще хуже, взорваться прямо в шахте, уничтожив все вокруг. Никто не мог предположить, что однажды эта работа спасет жизни. В начале 60-х годов на одном из реальных боевых объектов произошел инцидент. Ракета в шахте отказывалась запускаться. Все системы показывали готовность, но старт не происходил. Началось лихорадочное выяснение причин. И оказалось, что проблема в кабеле. Один из проводов был поврежден грызунами. Мыши прогрызли изоляцию и устроили там гнездо. Благодаря опыту уральских испытаний, инженеры быстро нашли проблему и устранили ее. Но этот случай показал, насколько важны были все те бесконечные проверки и тесты в подземных лабораториях. Насколько важно было предусмотреть все, даже самые невероятные сценарии. А работа в штонех продолжалась год за годом. Менялись поколения инженеров и рабочих, совершенствовалась техника, усложнялись задачи. Но суть оставалась прежней – обеспечить надежность ракетного щита страны. Сделать так, чтобы в случае чего ответный удар был гарантирован. В 60-е годы, когда уже пошла массовая установка ракет в боевые шахты по всей стране, уральские подземные полигоны не потеряли своего значения. Наоборот, они стали еще важнее. Здесь испытывали новые поколения ракет, новые системы управления, новые материалы. Здесь обучали специалистов, которые потом разъезжались по секретным объектам от Плесецка до Байконура. Многие из тех, кто работал в уральских штольнях, потом участвовали и в космической программе, потому что технологии были схожими. Ракета есть ракета. Неважно, несет она боеголовку или спутник. Двигатели, система управления, кабели, электроника – все это одинаково и для боевых ракет, и для космических носителей. Один из ветеранов вспоминал, как в 1961 году, сразу после полета Гагарина, к ним в штольню спустился высокий гость – сам Сергей Павлович Королев, главный конструктор. Он долго ходил по подземным галереям, осматривал испытательные стенды, расспрашивал инженеров о деталях их работы, а потом сказал, «Вы здесь делаете не менее важное дело, чем мы в космосе, потому что надежность – это основа всего. Безнадежности нет ни оружия, ни космических побед». Эти слова запомнились навсегда, потому что они давали смысл всей этой тяжелой, опасной, неблагодарной работе в темных подземельях, потому что они объясняли, зачем люди рисковали жизнями, проводили месяцы под землей, теряли здоровье. Они были частью большого дела, частью истории. Сегодня многие из тех подземных объектов заброшены, входы в штольни завалены, оборудование демонтировано. Но память о том, что там происходило, жива. В архивах хранятся секретные отчеты, дневники инженеров, фотографии испытаний. Некоторые ветераны еще живы и могут рассказать свои истории. Истории о мужестве, профессионализме и самопожертвовании. Потому что подземная космонавтика – это не метафора, это реальность советской эпохи. Это люди, которые работали в экстремальных условиях, под сотнями тонн горной породы, испытывая технику, от которой зависела безопасность страны. Это герои, о которых не писали в газетах, не снимали фильмов, не воздвигали памятников. Но без них не было бы ни космических побед, ни ракетного щита, ни той страны, которой мы гордимся. Если эта история поразила вас, если вы узнали что-то новое о скрытой стороне советской космической и ракетной программы, поставьте лайк этому видео. Расскажите друзьям и близким об этих неизвестных героях. Напишите в комментариях, знали ли вы раньше о подземных испытаниях на Урале, какие еще секреты советской истории вам интересны. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые выпуски о славном прошлом нашей великой страны. Спасибо, что были с нами.